Портал детали Телеграму, комментируйте Ставьте лайки, задавайте вопросы Нам всегда интересно ваше мнение Ну и если кто Сочтет возможным помочь каналу Там вот внизу две кнопочки Супер спасибо и стать спонсором Мы благодарны за любую помощь А сейчас я беседую С нашим коллегой и другом Давидом Эдельманом Историком, политтехнологом Давид, привет, с Новым годом Первый раз в Новом году беседуем Первый раз в первый класс Первый раз в Новом году Да, как-то так получилось Иногда мы с тобой по два, по три раза в неделю А тут вот такой большой перерыв Ну, собственно, с этого мы тогда и начнем А мы с тобой находимся как бы С тобой, со всеми Со всеми нашими уважаемыми зрителями Мы находимся на перелог Ну, эпох не знаю Но на стыке годов-то уж точно, да И, как говорится, я абсолютно уверен Что двадцать четвертый год Будет гораздо лучше, чем двадцать пятый Поэтому вот с этой пессимистической Я бы, смотрите, ребят, давайте не надо Вот эта вот шутка у нас сказала Кадя Дубнов В нашем эфире Я уже встречал раз сотню в Фейсбуке Ну и вообще все эти анекдоты Что ждут люди от нового двадцать четвертого года Пощады Вот и так далее Они, конечно, очень интересны Но я бы все-таки не был таким пессимистом В общем, не программировал себя На очень плохой год И очень плохой год Почему? Потому что Надо быть готовыми ко всему Особенно большой удачи Потому что ведь черный лебедь Он может быть и в нашу сторону черным лебедем Да, то есть неожиданности могут быть и нашими В сторону неожиданности А если мы уже запрограммировались И все будет плохо То мы можем, когда вдруг там Откроются сейфы, банки и так далее И посыпятся монетки Быть без этой тарелочки, чтобы ее подставить Или там тазика С голубой каемочкой Да У меня как раз с голубой каемочкой Ну ты готовился, ты знал, да? Хорошо Так, стык годов Значит, у нас Давай все-таки, знаешь, своя рубашка ближе к телу У нас стык годов Ознаменовался продолжением операции в Газе Ну, правда, говорят, что она сейчас вступает В некую третью стадию Когда активные боевые действия Сменяются так называемыми полицейскими операциями Ну и у нас разгорается пожар на севере С Хизбаллой Причем разгорается он довольно сильно Особенно он вспыхнул после Недавней ликвидации в Бейруте Главаря Хамас Сотоварищи Очень красиво их ювелирно грохнули Вот И теперь, значит, Хизбаллан надувает щеки Хотя, в общем-то, по большому счету Именно этих хизбаллистов Этих хамасовцев-то глубоко плевать, да? К тому же ведь Хизбалла это Мы знаем, это шуиты А Хамас – это мерзкие собаки-суниты Поэтому как бы вот Но, тем не менее Я с вами не согласен И они с вами не согласны Не согласны, смотрите Во-первых Ладно, чтобы они были согласны Они не согласны Тоже Во-первых, что касается разгорается По поводу разгорается И вы тут же говорите После нашей, после пройденной нами Ликвидации Поэтому, если Это услышали бы, допустим Тут бы сидели Представители Катара Или Египта То они сказали Это не разгорается Это вы разжигаете Вы Вам мало войны в Газе Вы хотите войну еще на север А Хизбалла сейчас Совсем не хочет войны У нее совершенно другие планы Да Она хотела совершенно другой войны Ее этот Хамас им помешал Дал фальстарт Фактически Мы сегодня уже понимаем Что в каком-то смысле Нам этому Ефьес Сенвару Надо сказать спасибо даже Потому что То, что он сделал Это он потянул Неожиданно Одеял на себя И Гораздо более Грандиозный Катастрофический План против Израиля Он сорвал Потому что В чем состоял Большой Иранский план О котором Мы говорили Кстати говоря Задолго до 7 октября Задолго до 7 октября В эфире наших программ Я говорил Что у Ирана Есть план Объединить Три войны в одну Войну Украины с Россией Войну Армении С Азербайджаном И войну Израиля С иранскими Прокси Ну то есть С самим Ираном Через подставные элиты Это Он к этому шел Он делал все Чтобы это сделать Ему Помешало Несколько Факторов Несколько Будем говорить так Для нас Положительных Героев года А прошлого года Ушедшего В первую очередь Это Конечно Президент Байден Который послал Сюда Флот И Сказал Типа Кто сунется Будете иметь дело с нами Но мы можем сказать И Вторую Еще до него Президент Али Президент Азербайджана Который Замужился Вести С Арменией Переговоры И решил Просто Одним пинком Избавить Армения Азербайджан От Карабахской Проблемы Что он и сделал Можно Говорить А вот Лучше было бы Если бы он Подождал Еще 10 лет А вдруг бы Армения Повернулась бы И решала бы Проблемы Мы помним Как президент Путин Сказал Что надо Оставить Карабахскую Проблему Грядущим Поколением И Пашинян Который только что Говорил Что мы до конца 22 года Заключим Мир Сказал Да-да-да Грядущим Поколением Это нас устраивает Вот Но Али Решил не оставлять И сегодня Опять-таки Мы можем Сказать Что Если бы Эта проблема Не была бы Решена То скорее бы Всего сейчас Весь Южный Кавказ Был бы охвачен Гораздо Больше войной С гораздо Большим Количеством Жертв И среди армян И среди Азербайджанцев Но это Случилось Как случилось А вот То что Происходил То что Планировалось Для нас Иранцами Вместе С россиянами Планировалась Такой Такая схема Что Кроме Нападения Хамаса В нападении Должно было Участвовать Гораздо Гораздо Большее количество Палестинцев Со стороны Хамаса То есть Не тысяча Боевиков Плюс Еще Две тысячи Мародеров А где-то Десять Двадцать Тысяч Боевиков И Мародеры Которые Опять-таки Будут В два Три Раза Больше И тогда Удар Был Не только На соседние Кибусы А еще На Ашкелон Они там Известно Что у них были Карты Как ехать На Ришан Ну то есть У них были Такие Грандиозные Планы Но Но Одновременно С этим Чтобы Удар Был Нанесен Со стороны Иудеи Самари Израильскими Арабами Ячейками Из Верхней Галилеи А Хизбаллою Который Гораздо Более Больше Войск И гораздо Более Сильные Войска Которая Бо нанесла Удар По северу И тогда Они бы Дошли И до Цфата И возможно Даже Донагори Но это Было бы Большое Кровавое Подбойще Которому Бы Ракетами Присоединились Еще И Ливан Из Ливана И из Сирии И из Ирана Вот такое Побойще Да Оно могло Угрожать Самое интересное Совершенно прав Ведь об этом Говорили Не то что мы С тобой такие умные Об этом Говорили Израильские Эксперты Говорили о том Что Готовится Большая война Что Израилю Придется Воевать На два фронта Может быть На три фронта Может быть На четыре фронта Все умные Кивали И что это будет Война не фронт А тыла Да 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 Все это было Все это говорили А потом все Как-то это Замели под ковер Ну да Как у нас Сейчас объясняют Что концепция Была не очень Правильная Да А наш глава Правительства И его окружение Так вегали Света в концепцию Бессалель Смотович Так истово Кричал У телевизионных Ульпанов Что Хамас Зенехис Хамас Это наше Достояние Которого Надо беречь Да Натаньяго Не просто берет Он его Субсидировал Он его укреплял Того же Сенвара Он выпустил Из тюрьмы Выпустил еще Больше тысячи Террористов Хамаса только Это переводил Сенвара На Карманные расходы По 30 миллионов В месяц И так далее И так далее И так далее Делал все Чтобы укрепить Хамас Потому что Хамас Рассматривался Как такое Большое Наше Достояние Теперь Вот То что Произошло Это Вырвалась Эта Карта И получилось Что Хизбалла У нее Отняли Самый главный Козырь Это Внезапность Удара Оказавшись Без этого Козыря Хизбалла Вообще Не знает Стоит ли Наносить удар Или нет А то Они там Сидят Тем не менее Они в общем-то Пока что Пока что Наносят Причем Массированные Удары Потихонечку Возрастает Вот эта Ограниченность Она все Растет И растет Вот За несколько часов До нашего с тобой Эфира За несколько часов До нашего с тобой Эфира Ракета попала В дом Жилой Слава богу Никто не пострадал Это в Митуле Да То есть В Кириадшмоне Были вчера попадания То есть Все идет Процесс идет Акзинбала Может достать Этот Своими Ракетами Сегодня Не только До Митулы Не только До Хайвы Не только До Хидеры Не только До Натании Она может достать До Тель-Авива Ну По некоторым данным Не только до Тель-Авива Но и до Димоны С ее ядерной Да Но Поэтому у них Гораздо Гораздо Более сильный Ракетный потенциал Чем У Хамаса Российские товарищи Которые передавали Оружие Очень старались Да Ну да Всего сегодня Наша армия сообщила Что Ракеты Из которых Было обстреляно Митулы Это Корнеты Российские Поэтому По большому счету Вопрос Право Нужно ли Сейчас Начинать Войну С Хейбалой Я не знаю Ответ Честно говорю Я не знаю Ответ Этот ответ Мы оставим Политикам И точнее Даже не политикам А военным Есть два мнения Одно мнение Которое Придерживается Израильское Правительство И даже Этот Представитель Оппозиции Который Настроенный Иногда Гораздо Более Воинственно Чем Правительство Я имею Ввиду Другой Либер Другое Мнение Это то Которое Говорят Наши Умеренные Соседи И США Они говорят Не надо Разрастать Наша задача Локализировать Конфликт И успокоить Сама Избала Все время Повторяет Что обстрелы Будут продолжаться Только пока Есть война В Газе Прекращайте Завтра Войну В Газе Прекращаем Обстрелы То есть Опять-таки Нас не устраивает Что Избала Может нам Диктовать Условия Вопрос Вопрос Готовы Мы Сегодня На Две Крупномасштабные Войны На Севере На Юге И Не Только К нам Вопрос Вопрос Готовы Ли наши Допустим Американские Друзья Которые Помогают Нам Боеприпасами Снарядами И так Далее Готовы Ли Помочь Нам На Две Войны А не на Одну Причем Вторая Будет Гораздо Больше Чем Первый Мы От них Требуем Готовы Ли Это Вопрос Дело В том Что Президент Байден Оказался Гораздо Больше Псионистом Чем Мы Ожидали Он Оказался Гораздо Более Там Комплементарен К Израильскому Населению Чем Израильское Руководство В то Время Когда Биби Не Отстречался С С Семьями Заложников Байден Сределся Байден Я хочу Сказать По секрету Он все Таки Президент США А не Израиль Да Это Новость Да И у Него Получается Два Таких Друга Зеленский С Украины И Израильское Руководство Причем Оба Ведут Себя Как В том Еврейском Анекдоте Когда Бог Послал Религиозному Еврею Кошелек Генек А тут Открывает И видит Что там Не хватает Вот Поскольку Допустим Начнем с Украины Там тоже Президент Еврей Он Не Валерий Это он Относительно Не повторяешь Ты вот Эту Фигню Какой он Там Еврей Он С самого начала Говорит Что Не хватает Ему Дают Дают Не хватает Больше Надо И это Его Постоянный Крик Причем Америка Изначально И вовсе Не говорила Что она Готова Поддерживать Войну Там Допустим За Свержение Путина В Москве Или Даже За то Чтобы Украина Отвоевала Крым Она Этого Не говорила Никак Она Говорит Что она Готова Помочь Украине Отбивать Российские Удары Все Не больше Не меньше Они Не хотят Разрастания Конфликта Тем более Переходы Его На Российскую Территорию Потому что Россия Все таки Суверенная Держава Опять таки Сегодня Выступает Трамп Вот сегодня Я Сегодня Видел Публикацию И Трамп Говорит Вот Байден Разжигатель Войны И так далее А я Нет Вот При мне Не было бы Войны Да Я хотел Дружить Путиным Потому что Надо Дружить С руководителем Ядерной Сверхдержавы И поэтому Единственный Способ Предотвратить Третью Мировую Войну Это избрать Меня Говорит Трамп Но Он Прав Я Не знаю Прав Или Не Прав Но Потому что Мы Не Знаем Как Будет Вести Трамп Он Может Наоборот Постать Украине Ядерное Оружие Или Наоборот Прекратить Вообще Поставки Оружия Ну да Он парень Непредсказуемый Трамп Неконвенциональный Поэтому Непредсказуемый Политик Вот Теперь Что касается Израиля Америка Да Помогла Израилю Разбираться С Хамасом Угрозой Хамаса И так далее Она При этом Ну Совершенно Не готова Поддержать Израиль Чтобы Израиль Вел Большую Региональную Войну Им Это региональная Война Вот сейчас Ну Совсем Не нужно Более того Им нужна Операция Чтобы Израиль Вошел В газу Нанес удар Ну и вышел Из газа А дальше Громко Громко Поблагодарил Отца родного Господина Байдена За такую Вот помощь А у Израиля У израильского Правительства Совершенно Другие планы Опять-таки Тут проблема С Тем Что у нас Правительство Натаньяго И для Половины Народа Натаньяго Знаете Попробуй Объяснить Что-то Женщине Если ее Раздражает Даже звук Твоего голоса А для Половины Населения Израиля Раздражает Даже Мимика Звук Голоса Биби Натаньяго Есть Часть Населения Которая На него Этот Не знаю Как бы сказать Ну Молится Хорошо Как бы сказать Помягче Да Молится Я сказал Помягче Вот Фетиш Вести Войну У нас 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 А Хочу напомнить Что у нас И до этой войны Было Правительство Натаньяго С Харидин ортодоксальными партиями. И министром финансов Смотрич был и до этой войны, и во время войны, кроме аэкскодов на войну, Смотрич ворует, как в последний раз. Поэтому с деньгами у нас вообще очень плохо. В том числе с деньгами на войну. Но Натаньяго сегодня выступал и сказал, мы говорим это и друзьям, и врагам. Война не закончится, пока не будут достигнуты и все цели, и не будет победы. У меня в данном случае вопрос. Вы, Саша, как гражданин Израиля. Скажи тебе, как тебе? Что с твоей точки зрения будет победой? Ну как что? Флаг над Рейхстагом. Флаг над Рейхстагом. Где там Рейхстаг? Мы построим. Полная капитуляция. Пленные хамасовцы, колонна пленных хамасовцев движется по улице Аленбеда. И что? Нет, есть колонна пленных хамасовцев. Нам говорят, что в Газе мы уже вроде бы победили. При этом три главных террориста. А Сенвара, Дэйв и Иса, все трое живы. А у нас этого Арурия сказали, что его ликвидировали. Он вроде бы в момент 7 октября он был в Турции. Кстати-ка, обратите внимание. Арурия спокойно сидел в Турции. Никого не трогал. Дружественным нам 7 октября. Дружественным нам. Эрдоган изгнал его и всех других представителей Хамаса в тот же день, 7 октября, из Турции. Выгнал. Но потом переобулся. Нет, потом он снова начнет понимать. Он его выгнал тому, кое-что перебраться в Беру. Дальше к вопросу, что вы сказали, почему Хизбалле это трогает. Хизбалла этому хамаснику дала место в своем районе. Она им в качестве знака солидарности дала одну из своих штаб-квартир. Именно поэтому мы ее так хорошо знали. Мы знали, куда лететь, куда стрелять и что такое. Поэтому это и могло быть. Дали одну из штаб-квартир. И объявили, что он под защитой Хизбаллы, в районе Хизбаллы. И вот в районе Хизбаллы, там, где, можно сказать, насрало время от времени, из бункера голову высовывали. Взорвали. Голову вряд ли, перископ скорее. Не знаю, голову, другое место тела. Не знаю. Вот. Должен он хотя бы чем-то дышать иногда. Кто-то ликвидирует этого хамасника. Понятное дело, что это в принципе знак всем Хизбаллам, что это может случиться с каждым из них. Вот. Особенно учитывая, что у нас сегодня есть и глубоко туннельные бомбы, а эти годы они не прошли даром. Мы изучали, кто где сидит, то там могут быть большие вещи. Опять-таки насрали, совершенно не хочется сегодня таскивать Ливану в эту большую войну, потому что в этот раз, в отличие от прошлого, там может быть, что берут выбомбет в каменный век. То есть берут будет напоминать чем-то квартиру Сенвара. Да. Поэтому никто это не хочет. В прошлый раз, в 2006 году, я хорошо помню, это обсуждалось на создании правительства, где я был пресс-секретарем. Там была НТТ Ольмир, через, на следующий день после войны сказал, что звонила Кандализа, Кандализа Райс, и сказала, вот там, где их не было бомбития, в других районах берут они бомбития. И у нас была в 2006 году ситуация, когда одни районы Бейрута мы этот мочили по полной программе, а в других шли дискотеки, принимались грузы, заключали финансовые сделки, и все было так же, как обычно. Сейчас так не будет. И поэтому этот вопрос, Израиль готов тянуться в эту войну и показывает, опять-таки, это правильно, даже если это и не хотят показать, что мы готовы, ну, а вам слабо? Вот, и насрало постоянно отшучивается, говорит, это Израиль на собственность, в собственной стране создал полосу безопасности, потому что он без войны вывез оттуда собственных граждан. А с другой стороны он делает все, чтобы как-то не ситуация не деградировала, чтобы не произошло. Вот этот разговор о том, что он делает все, абсолютно то же самое говорили в свое время по поводу Хамаса, что Хамас не заинтересован, что Хамас ему это невыгодно, что Хамас вообще преобразуется в политическую партию, им выгодно строить дороги, строить канализацию, водопровод и так далее. Именно все это мы уже слышали. Поэтому, что на самом деле задумал Хамас, Хизбалла вернее, что задумал шейх Насрава, не знает Я думаю, что у него есть несколько вариантов на каждый случай. Совершенно верно. У него есть несколько вариантов и в любой момент может произойти то, что произошло в начале Второй Ливанской войны, когда, напомню, война началась ни с того, ни с сего, никто ее не хотел, никто ее не ожидал, Хизбаллисты похитили двух, трех, по-моему, пограничников, да, мы думали, что они живые, а, да, один погиб там на месте, то есть его тело было, вот, и их начали преследовать, преследовали, преследовали, и потихонечку это превратилось в войну, неожиданно для всех, так что в любой момент... Нет, тогда, извините, это израильское правительство решило ответить широкомасштабными действиями, не имея четкого плана, это было... Давид, правительство решило ответить широкомасштабными действиями спустя три дня, а сначала, а сначала в первый момент никто ничего не решал, то есть было там на уровне полковника была дана команда преследовательства... Я присутствовал на заседании правительства, когда это решалось. Ну и во сколько это было? Как ДВ, я присутствовал, я помню, как пришел этот начальник генштаба из летчиков, как его... который уже к тому времени дал распоряжение своему брокеру продать все акты. Да, первый день он дал распоряжение. Первый час. И говорит, у нас есть банк целей, мы их этот, вот тут мосты, это, это, мы сразу залетаем и начинаем бомбить, и вот все остальное, и они, ну типа, разбегаются, вот типа, мы сделаем ответ, чтобы... Ответ по схеме, как он сказал, балабайтесь, тагиа, а этот... Хозяин сошел с ума. Хозяин сошел с ума. Вот, все слушают, все так, а-а-а, да, сидят, это вот, единственный человек, который посмел ему задать вопрос, и на него все зашикали, как на старого выжившего из ума миротворца, был Шимон Перес, Шимон Перес слушает, слушает, и говорит, хорошо, а вот если это произойдет, они не убегут. Ну, то есть, мы ударим, они не убегут. Что дальше? Они типа, продолжат сопротивляться. На что Роматкаль, начальник генштаба, сказал этот... Как же его имя я не помню, Дан Халутс. Дан Халутс. Дан Халутс, правда. Дан Халутс сказал, а если это будет, когда мы дойдем до этого этапа, вот тогда и подумаем. Это был очень умный ответ, я до сих пор его помню. Вот, как легко идти было. Когда мы дойдем до этого, тогда мы и подумаем. И все зашикали на Переса, потому что Шимон Перес миротворец. Вот, то есть войну начали, не имея цели войны. У войны всегда должна быть военная цель. Вот достижение ее, это и есть победа. У нас, к сожалению, и в Газе нет военно-политической цели, каким мы хотим видеть день на следующий день. Что мы хотим там видеть? У нас нет этой цели. А и по отношению к Ливану у нас нет. Но да, мы можем это... Отодвинуть к Ливану, отодвинуть Хизбаллу за реку Литань, севернее, значит, как требует Совет безопасности. Мы ее отодвинем, она завтра вернется. Что дальше? А если они не отодвинутся? У нас нету военно-политической цели для Ливана. И поэтому у нас происходит... Потому что в войне должна быть цель. Без цели война превращается то ли в карательную операцию, то ли в пиар-акцию. Это не то, не другое, это не война. Поэтому это то, что есть. И вот у нас, к сожалению, начали ненужную войну. Я хорошо помню, что я тогда, когда мне был очень тяжелый 2006 год, от меня ушла жена, меня забрали детей. Вот эта война, я ездил между границей и Иерусалимом постоянно. И я читал книгу Барбары Такман «Марш глупости» о том, как США вползала, сама не понимая, войну во Вьетнам. Не знаю, не знаю, ну, а потом уже, когда вползли, ну, есть уже вползли, то надо что-то делать. Поэтому я вообще против того, чтобы начинать войну без того, чтобы четко знать, какие цели. Опять-таки, одна из проблем, допустим, также с Россией и Украиной заключается в том, что Россия не имеет цели в войне. Как же так? Позвольте. Деноцификация там и так далее. Это пиар-акция. Окей, деноцификация это пиар-акция. Защита русского языка, нерасширение НАТО на восток. Куча целей. О чем ты говоришь? Они сделали все, чтобы достигнуть противоположных результатов. И Украины нету. Поэтому война не может остановиться. Война не может Украины абсолютно четко. Они ее все время повторяют освобождение своих территорий. Окей, они берут и Донецк, и Луганский, Крым. Представим, хотя это невозможно на сегодняшний день. Представим, что это возможно. Они взяли. Что дальше? Россия решает продолжать воевать. И что? И что дальше? Они идут дальше на территорию России освобождать ее до Кремля или как? Нет, они как раз говорили, что они не собираются этого делать. Нет, у них нет этого. То же самое, как у России нет понимания, что делать с Украиной, даже если бы они ее захватят. И была мысль, что опять-таки, как и у Дана Халутца, что если они нанесут удар, то все разбегутся. Вот Зеленский убежит, этот убежит, тот убежит. И так далее. Вообще, если говорить так, 22-й год у нас был, мы говорили в одной из программ, это был год не убежавших. То есть, те, кто остались, они победили. Это Такаев, который, ну, говорили, что тебя ждет самолет. Это Зеленский, которому говорили, что тебя ждет самолет. Он сказал, мне нужны, мне нужна не такси, а патроны. Это Набиулина, который пытался сбежать, уйти, и так далее, и так далее. 23-й год, это был страшный год, это был год пацанов и копников. Поэтому то, что сериал «Слово пацана» стал главным сериалом года на всем постсоветском, на всем русскоязычном пространстве. На счет русскоязычного я попросил, конечно. Ну, она стала и в Казахстане, и в Украине. В Казахстане, да. И в Украине, которая вроде воюет с Россией и так далее. Ну, и в Израиле. То есть, все, кто следят за кинематографом, за сериалом, посмотрели. Ну, бывает, есть такие, как Александр Гурарьи, которые темные люди и не следят. Я смотрю много кино и телепродукции, но вот от этого Бог меня миловал и смотреть не собираюсь. Я, кстати, очень советую при всем том, да. Это был год Пригожина, пацана, который в июне этот, там, с начала года был уснут магистр стиля, глава оппозиции в стране, где оппозиция невозможна, в июне был руководителем заговора и почти взял власть. В июле его просили, в августе убили, в декабре выяснили, кто убил. Это был год Пригожина, такого пацана-гопника. Это был год такого нахрапа, наглости. Это был год, когда израильские жлобы дорвались до власти и пытались разрушить правовую систему и ослабили страну. Это был год вот этого набега Хамаса, который не был бы возможен, если бы не самоубийственное решение во многом для Хамаса рвануться и так далее. Теперь, что будет в 24-м году, если так, я думаю, что в 24-м году во многом уляжется пыль. Во-первых, пройдут выборы во многих странах. И это обозначает, что после выборов скорее всего определятся цели, ну как-то определятся, что хотят. Не во всех, может быть, но во многих. А будет решено, что будет в США. Трамп, Байден и опять-таки Байдена могут заменить каким-нибудь губернатором по дороге. И Трампа могут засудить по дороге. В марте начнутся все его судебные дела, судебные процессы. Это в Израиле, я думаю, что к концу года либо уже пройдут выборы, либо будут объявлены выборы в израильских НЕСС. Ну, я думаю, что вот это будет очень тяжелый год, скорее всего. Но по сравнению с 23-й год, он будет как бы гораздо больше порядка, чем хаос. Потому что мы увидим, что вот картина вот стирается случайные черты. Это мой такой маленький прогноз на наступающий год. И всем хорошего Нового года, мира, процветания и так далее. Аминь. Давид Эдельман, историк, политтехнолог. Спасибо большое за оптимизм. Да, это, в общем-то, не каждому дано выражать оптимизм в такое тяжелое время. Но у тебя получилось хорошо. С Новым годом, дорогие друзья, мира, и надеемся, что Давид прав, что нам остается. Спасибо. Спасибо.